Как известно, прошлый вторник, 26 апреля, антитрухановский Майдан подвергся нападению со стороны тетушек. Серьезно пострадали несколько человек. Позже их доставили в больницу. У одного из пострадавших было диагностировано сотрясение мозга и перелом ноги. Сейчас он находится в еврейской больнице и ему нужна помощь. Еврейская больница, отделение травматологии. Именно здесь, вот уже вторую неделю, находится активист антитрухановского Майдана, наиболее сильно пострадавший от нападения организованных мэрией тетушек. Диагноз – открытый, оскольчатый перелом нижней трети правой малоберцовой кости с небольшим смещением отломков. А с головой? С головой было сотрясение головного мозга, ушибленная рана левой височной области. Говоря не медицинским языком, битой, в которую были вколочены гвозди, парню едва не проломили череп, а под гипсом на сломанной ноге скрываются огромные кровопотеки. Действительно, так получилось, что Володя и еще несколько его друзей оказались на самом пике этой борьбы. В принципе, предполагалось, что что-то подобное может быть, но что-то такой степени и так жестоко будут с людьми поступать, но это стало шоком для многих. В него серьезная травма головы, вдарили битой, и, скорее всего, там был какой-то цвях на битой, потому что сильно пробили. И ему делают крапельницы, потому что травма головы, она только через час дается ознаки, чтобы не было инсульта, чтобы не было проблем с мозгом. Родят каждый день крапельницы. Ему невероятно больно, но он скрывает это за своей широкой улыбкой. Жаловаться? Никогда скулить? Не дождетесь. Более того, он уже пробует ходить, конечно, с помощью костылей, мечтает вернуться к своим, на Майдан, против чужих, в мэрии. Ну да, выздоровеет нога, я пойду по-любому, чтобы дома сидеть. Конечно, пойду. А почему это так важно там быть? Важно быть, потому что чем больше людей будет туда приходить. Когда они приходят постоянно, зная, что они туда идут, и находятся там. Там же все находятся по собственному желанию, никого же туда за уши не тянут. А вы почему находитесь? Потому что я не хочу конкретно, чтобы этот человек был власти. Друга? Да. Ну и не только он, если проблема только в нем была. Начиная с него, там куча ряд уже других претензий, которые у нас есть, у города и у нас. Стоящие на антитрухановском Майдане люди, конечно, знали, что против них готовится провокация. Но что все произойдет ночью, когда весь город спит, когда на площади останется всего несколько человек-активистов, при выключенных веб-камерах, с услужливо поднятым шлагбамом перед привезшим тетушек микроавтобусом, не предполагал никто. На самом деле у нас пять человек пострадало, два особенно серьезно. Один из них просто не хочет, не желает, он лежит с переломом в шейке бедра, это серьезная травма. Человек остается нетрудособным до полугода. Этот человек тоже лежит в больнице, но он не хочет, скажем так, быть публичным. Несмотря ни на что, эти люди будут стоять у стен мэрии и Володя обязательно туда вернется, потому что у него есть мечта. Мечта, что в конце концов уже попался нормальный какой-то человек, который будет делать так, как мы мечтаем. И тогда мы никогда никого менять не будем. Впрочем, пока о выздоровлении Володя говорит рано, еще нужны лекарства, на которые у него просто нет денег. Одесситы, ваши помощи нуждаются. Нуждаются те, кто отстаивает у мэрии не только свои, наши, общечеловеческие права. Право иметь достойного мэра, честных чиновников, принципиальных депутатов, а не шайку воров и проходимцев. Я бы ему пожелал, чтобы он побыстрее выздоровел. Пожелал бы, чтобы мы вместе победили. Победили это зло, которое засело в... Победили эту системную коррупцию и вместе, не знаю, с нашими активистами, со всеми гражданами построили свою Украину, свою Одессу, которая будет принадлежать нам, а не банде каких-то головорезов и воров. Володе, в первую очередь, желаю быстрого выздоровления. Он позитивный человек. Он свою позицию давно проявил, не только сейчас, а и в прежние времена, в 2014 году. Он один из тех одесситов, которые в 2014 году не допустили здесь сценария Донбасса, и благодаря которому здесь сейчас люди могут заниматься бизнесом, рожать детей, ходить в школу, заканчивать учебу, жить, просто жить нормальной жизнью. Поэтому Володя для меня и для моих друзей является героем. Поэтому и все, кто хочет и может помочь. Активисты предлагают сделать это, перечислив деньги на указанный счет Приватбанка или звонить по телефону 096-28-00-8-00, спросить Алину.